Всем привет! В эфире Универ Ньюз о студии Мария Журавлёва. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Представитель КФУ принял участие в первой встрече президента России по работе над поправками в Конституцию. КФУ готовится отметить Татьянин день. Профессор КФУ объяснил, куда ушла холодная зима. Президент Татарстана Рустам Мениханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым. Стороны обсудили развитие образования в республике, совершенствование системы оценки, ее качества и ряд других актуальных вопросов. А теперь к другим новостям. Работа над подготовкой предложения о внесении поправок в Конституцию РФ набирает обороты. В четверг, 16 января, в Новоогореве прошла встреча Владимира Путина и рабочей группы. Подробности в сюжете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смысл этих поправок обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий наших регионов в выработке важнейших решений в развитии нашего государства. Напомним, в состав рабочей группы вошли 75 политиков, законодателей, спортсменов, музыкантов, артистов, ученых и общественных деятелей. Особенное внимание Владимир Путин уделил представителям юридической сферы. Эта работа требует высочайшего правового юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждой буквы, а может быть даже и каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство ее правовой ткани. Среди юристов в рабочей группе также находится Евгений Султанов, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета, который поделился своим предложением по поправкам в Конституции. Дело в том, что я хочу предложить внести в главу 9 Конституции Российской Федерации, которая называется «Поправка и пересмотр Конституции Российской Федерации» новую статью, статью 138, посвященную дополнениям в Конституцию Российской Федерации. Дело в том, что у нас в Конституции Российской Федерации есть только пересмотр и поправки, но есть изменения еще другие, но вот это основные пересмотры и поправки. И самая большая проблема, с которой мы вчера столкнулись и обсуждали, это проблема, что главу первую и главу вторую вообще нельзя трогать по нашей Конституции. Любые изменения, это называется пересмотр Конституции и требует вообще принятия новой Конституции. 17 января рабочая группа будет уже самостоятельно, без президента России, разрабатывать первые предложения по внесению по праву Конституцию Российской Федерации. Полина Романова, Универньюз. Портативные аудиоустройства прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня им пользуются миллиарды людей по всему миру. Как правило, каждому такому устройству прилагаются наушники. Одна из популярных разновидностей этого девайса – наушники-затычки, которые плотно вставляются прямо в ушные каналы. Насколько это безопасно? В нашем следующем сюжете. С ростом популярности наушников росли и сомнения в их безопасности. Основные подозрения были связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, от громкого звука сенсорные клетки внутреннего уха устают, и слух притупляется до тех пор, пока они не восстановятся. Если третировать их особенно часто или сильно, временная усталость может перейти в постоянную тугоухость. Между тем, наушники часто берут с собой в транспорт, и для того, чтобы перекричать шум метро или улицы, люди задирают громкость прослушивания на небезопасный уровень. Безопасным же считается громкость, не превышающая 8-90 дБ. Молодежь слушает достаточно громкую музыку, но это, конечно, оказывает отрицательное влияние на слуховой нерв. То есть у нас рецепторы воспринимают звуки различной частоты, ну и определенной силы. Учитывая то, что в наушниках создается достаточно громкий звук, то идет перераздражение этих рецепторов. И со временем, естественно, у человека может развиться тугоухость. Выходная громкость персональных аудиоустройств варьируется от 75 до 136 дБ. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек на Земле, в основном, молодежь игнорируют предупреждения производителей и превышают безопасный уровень громкости. Дело в том, что наше ухо различает, ну то есть вот звук характеризуется двумя характеристиками. Это частота, то есть это будет высота звука, и сила, которая в дБ, частота в герцах, сила в дБ. Так вот, наше ухо воспринимает частоты такие, от 20 герц до 20 тысяч герц. Правда, сразу говорю, что это, наверное, для людей молодых и с идеальным слухом. А наибольшая чувствительность лежит в пределах тысячи герц. Длительное пребывание в наушниках может повлиять на микроклимат нашего уха и на его обидателей. Рост количества патогенов, бактерий и грибов может, в свою очередь, спровоцировать воспаление и, как следствие, ухудшение слуха. Лилия Баталова, Универньюс. Казанский федеральный университет традиционно отметит Татьянин день. О том, как это будет, смотрите в нашем сюжете. Татьянин день – грандиозный студенческий праздник, приуроченный к окончанию сессии и началу зимних каникул. Каждый год в Казанском университете он отмечается с широким размахом. Тысячи студентов, преподавателей, гостей будут участвовать в работе творческих площадок и народных гуляний. Праздник начнется с традиционной встречи руководства университета с Татьянами в главном здании КФУ. А затем развлекательная программа продолжится в пае КСК КФУ Уникс. В 15.30 состоится студенческий праздничный концерт с участием администрации студентов, преподавателей лучших творческих коллективов университета и почетных гостей. Мы одни из немногих, а быть может даже единственные, кто отмечает и празднует действительно Татьяна день в должном ключе. Ведь Татьяна день – это и день студентов, в том числе 25 января. Это ежегодная традиция именно в снах Казанского федерального университета. Пригласительные билеты на праздничный концерт можно получить у заместителей директоров по социальной воспитательной работе, а также в студенческом клубе КФУ. Наш канал традиционно будет вести прямую трансляцию. Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 233-7256. Мы всех ждем на концерт, безусловно. Это интересное событие, которое завершает зимнюю сессию и дает старт каникулам, которые начинаются и уже завершаются в принципе в феврале месяце, чего студенты очень ждут после сессии. Поэтому приходите, отметьте свое завершение сессии правильно. И правильно именно с Казанским федеральным университетом. Камиль Гемозденов, Ленардо Влитяров, Универньюз. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Пела Алиса Фрейндлих в кинофильме «Служебный роман». Это, конечно, так, но январь близится к концу, а морозов и снега мы так и не увидели. Так стоит ли в ближайшее время ждать настоящей русской зимы? Расскажем в следующем сюжете. Аномально теплый январь продолжает тренд декабря на температурные рекорды. Температура воздуха выше климатической нормы сразу на 12 градусов. Синоптики уже назвали зиму не классической, невероятно аномальной и по-европейски слякотной. Обусловлено это тем, что в этом году и декабрь, и в особенности январь, они находятся под влиянием Атлантического океана. К нам постоянно приходят воздушные массы, теплые и сырые с Атлантики. И обычно они заканчивают такое активное вторжение на материкный континент где-то в декабре месяце, а в этом году это событие продолжается и в январе месяце. Так, согласно данным Гидрометцентра России, в ближайшее время дневные температуры будут выше нуля градусов. И лишь начиная с воскресенья в ночное время температура пойдет на спад. Теплая погода у нас сохранится и в последующие дни. И в начале следующей недели будет происходить понижение температуры в ночное время, но возможно усиление со стороны осадков. И в любом случае погода все-таки в ближайшие недели, она опять-таки будет аномально теплой. И рассчитывать на понижение температуры, на морозы, скорее всего придется либо в конце января, либо в феврале. Профессор отмечает, что зима еще продолжается, а значит исключать возможности возникновения морозных дней не стоит. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»